Добрый день, дамы и господа! Сегодня речь пойдет о диффузорах. Помимо кондиционеров, компания «Центр Климат» занимается еще системой вентиляции для квартир и частных домов, а также для бассейнов. И в этом обзоре я бы хотел вам показать различные диффузоры и решетки, какие используются на наших объектах. Так как завершающим этапом монтажа систем вентиляции является вставка решеток или диффузоров, вы должны их видеть, что из себя представляют они, как они выглядят, из чего можно выбирать, потому что их великое множество различных по исполнению. И всего два существует варианта. Либо диффузоры, вот я представил три штуки таких самых основных, и решетки. Решеток бывает тоже очень большое количество, разных количество щелей может меняться, внутренности могут меняться, они могут быть скрыты. Решеток бывает очень много. Мы о них сделаем отдельное интересное видео, где я покажу различные решетки. А сейчас мы вернемся к стандартным диффузорам. Начнем с самого простого. Это обычный диффузор вот такого исполнения. Он бывает приточный, бывает вытяжной, зависит от этого блина центрального. Если блин вогнутый, это будет вытяжной. Если блин такой, это приточный. Он самый недорогой. Они продаются на любых строительных рынках, магазинах, ну и в любых компаниях, кто занимается системой вентиляции, такие диффузоры есть. Настраивается он очень просто. Вращаем центральный блин, и за счет этого у него расстояние увеличивается, и пропускная способность его тоже увеличивается. Также можно мы его, наоборот, закрутить. Закручиваем и снижаем его пропускную способность. Вот таким образом это выглядит. Вот такой диффузор. Они бывают совершенно разного диаметра, от сотого и выше. Вот этот экземпляр, это двухсотый. Он сделан из металла. Бывают такие диффузоры более дешевые, сделанные из пластика. Металлические, на мой взгляд, поинтереснее. Ориентировочная стоимость такого диффузора, ну, до 500 рублей. Пластиковые еще дешевле. Так как они самые недорогие, поэтому многие компании используют на простых объектах, да, на каких-то промышленных... На квартирах все же редко, но все-таки на офисных помещениях и таких более общественных местах используют вот такие простые диффузоры. Потому что они просто глобально стоят недорого. Вот. В целом они достаточно приятные. Монтируйте их просто. Стыкуется с воздуховодом, прикручивается к стене, одевается лицевая часть, поворачивается. Все, монтаж закончен. Дальше отрегулировали блин. Все. Вот это самые простые диффузоры, которые используются во многих простых объектах, где нужно немножечко сэкономить. Ну, и еще бывает, ставят их не от того, что хотят сэкономить, а от незнания, что есть другие диффузоры. Давайте я расскажу вам еще про другие диффузоры. Самые, наверное, необычные диффузоры, это струйные диффузоры. Вот так выглядит. Вы, наверное, их видели, уменьшенные копии в самолетах или в торговых центрах. Этот диффузор, у которого дальнобойность струи увеличена по сравнению с теми. И вы можете направить эту струю в то место, куда вам больше надо. Вот так он выглядит. Внутри шарообразная конструкция, с помощью которой мы вот этот шар двигаем. Можно даже его перевернуть вот так вот. Вот так можно даже сделать. То есть, просто шар. Это просто необычное решение, которое может вам где-то пригодиться. Где вы хотите струю отвернуть от себя или наоборот направить на что-то или кого-то. Поэтому имейте в виду, что такие диффузоры тоже существуют. Монтаж очень простой. Тоже вы вставляете в воздуховод. Это тоже диаметр 200. Вставляете в воздуховод. По желанию, вы можете прикрутить его саморезами. Здесь нет конкретных отверстий. Но это можно сделать, если хотите. Если все хорошо держится, можно оставить и так. И защитную рамочку вы тоже таким круговым движением закручиваете. И все. Он стоит. Тоже бывает разного диаметра. Единственное, что очень маленьких, по-моему, не бывает. Но это не точно. Хотя в самолетах вот такие малюсенькие есть. Значит, по цене. Стоят они не очень дорого. Конечно же, стоят дороже, чем предыдущие диффузоры. Стоимость таких диффузоров что-то около 2000 рублей. Все зависит от диаметра. Кстати, уважаемые дизайнеры, обратите свое внимание на такой диффузор. Он на некоторых объектах будет вам очень кстати. Потому что, если вы какие-то такие делаете необычные дизайны, такая штука вам может подойти. Как вариант. Следующий диффузор, который я хотел вам показать, он более эстетичный. И такой даже функциональный, скажем. То есть, у него сложная конструкция, непростая. Он пластиковый. Сделан очень добротно. Мы, кстати, очень много таких диффузоров в последнее время ставим. Они нам нравятся с точки зрения дизайна. Квадратный, вот такой красивый диффузор. И в современных квартирах достаточно хорошо смотрится. Значит, что у него, какие плюсы есть. Значит, первое, я бы хотел вам показать. Необычное крепление. Вот такие вот лепестки, которые позволяют удерживать его в стене. Это сделал производитель. Очень интересный вариант. Обычно все-таки диффузоры все крепятся так и саморезами. И у него рабочая поверхность, у него здесь по бокам. Воздух выходит отсюда, отсюда, отсюда. И мы можем вот эти вот штуки, вот эти вот штуки, по-разному направлять. Для этого мы его разбираем. То есть, мы можем одну часть отсечь. То есть, направить больше потока в другую сторону. Или поток пустить, либо поток пустить вот так, от стены, да. Либо наоборот, поток пустить в стену. Сейчас я вам покажу. Вот так вот снимается на таких ножках. Этими ножками можно регулировать, кстати, вынос вот этого диффузора. То есть, можно до конца вниз вот так. У вас будет маленькая щель, большой поток воздуха. И, возможно, при большой производительности приточной установки может появиться шум. Для этого вам нужно чуть-чуть выдвинуть его. Или сильно выдвинуть, насколько это возможно, да. На последнюю самую риску, допустим, ставим. У нас получается щель практически в два раза больше. Два сантиметра. А в полностью задвинутом состоянии 1,4. То есть, в полтора раза больше. Так, давайте уже откроем. До конца снимаем. Вот такой он с обратной стороны, обычный пластик. И вот, что я хотел вам показать. Вот у него есть такие лепестки. Значит, смотрите. Вот есть четыре лепестка. Для чего это нужно? Каждый лепесток вы можете либо полностью закрыть. Вот таким образом. Ну, либо как-то частично приоткрыть, направить жалюзинку в нужное положение. Для чего это нужно? Это нужно для того, чтобы ограничить поток вот с этих сторон, к примеру. Если у вас такой диффузор располагается где-то у кровати или близко от вас, чтобы прямой поток вас не бил, так скажем, либо холодным, либо теплым воздухом. Да, просто не нравится. Отсекаете, все, он через свободные прорези будет выдавать нужный воздух. Их вы можете по своему усмотрению как угодно делать. Можно, допустим, вот сделать таким образом и направить поток вниз и вверх. Можно чисто вверх поднять вот этот. У вас будет поток весь идти только вверх. Или в сторону. Как угодно. Это вы сами решаете, как вам здесь сделать. Изначально он идет вот такой сложный. То есть, дует во все стороны. Потом, это самый простой вариант. Второй вариант, более сложный. Когда вы хотите, допустим, регулировать от стены и в стену. Вот если мы вот таким образом ставим ламелью нашу, то поток будет стремиться от стены. Чуть-чуть загибаем и у нас поток будет выходить как бы с диффузора вот так вот. И есть второй вариант. И, соответственно, каждому тоже можно настроить вверх, вниз, лево, право и так далее. И второй вариант, более сложный, о котором мало кто знает, кто не читает инструкции. Это мы достаем вот эти ламельки и переворачиваем их по-другому. И что у нас получается в этом случае? Получается то, что мы можем вот эту ламельку уже направить вот так вот. То есть у нас поток воздуха будет уже к стене. Делается для того, чтобы холодный воздух не бил сразу на людей, а отражался от стены, немножко прогревался, смешивался с другим воздухом и уже проходил обратно в помещение. Вот. То есть это вы можете по своему усмотрению как угодно настраивать. Вот данный производитель, это производитель Солером Палаву, S&P, позаботился о своих клиентах и создал вот такой вот кастомизированный диффузор. Очень на самом деле интересное решение. Мы когда для себя его открыли, мы были так удивлены, что вот можно так сделать. Стоимость данного диффузора не более 2000 рублей. Диаметр, соответственно, бывает тоже разный. Это 125 диаметр. Начинаются, наверное, они от 100 и выше. Опять же, для монтажа он у нас тоже снимается. Просто вот таким тянете его в воздуховод, прикручиваете на саморезы и дальше накидываете на него рамку. Все. Все элементарно. Вот такой вот интересный кастомизированный диффузор. Имейте в виду, на самом деле, штука очень зачетная, удобная и... Ну, мы часто используем, нам не нравится очень такая штука. Как вы успели обратить ваше внимание, все диффузоры стандартно белого цвета. Холодный белый, теплый белый, все оттенки белого, глянцевый, матовый, но они, тем не менее, белые. Во многих дизайнах они не очень сочетаются со современным интерьером. Поэтому, мы часто красим для наших клиентов диффузоры, различные решетки, диффузоры в любые цвета. Мы красим по ралу, система рал. Можете нам сказать, код по ралу и мы покрасим в этот код. Или, если у вас есть какая-то своя система покраски, просто приносите нам образец цвета, кусок обои, кусок стены, покрашенной этой краской. И мы красим вам диффузоры в такой цвет. И уже такие диффузоры будут смотреться более выигрышно на вашем объекте, квартире, доме и так далее. Ну и давайте еще рассмотрим последний завершающий наш премиальный диффузор. Это самое дорогое, что бывает на рынке, наверное. Ну, не наверное, а точно, это ферма Stimair, Швеция. Этот диффузор выглядит таким образом. Полноценный блин. Вот так выглядит сбоку. Расстояние, соответственно, у него регулируется. Диффузор диаметр здесь 250, но у нас просто меньшего не нашлось. но 200 будет тоже немаленького диаметра за счет того, что он сделан малошумным. Это, наверное, единственный из наших диффузоров, который обладает шумоглушающим свойством. Здесь проклеено по блину вот такой вот шумоподавляющий материал, который глушит шумы, которые попадают из воздуховода. Вот так он выглядит на потолке. Очень круто смотрится на самом деле. Он очень качественный, тяжелый, дорогой здесь качественный металл, качественная покраска. Это уже премиальный диффузор. Он стоит, если брать вот такого диаметра 250, то его цена порядка до 10 тысяч рублей. Если мы берем, как мы рассматривали до 200 до этого, наравне с теми диффузорами, то около 5 тысяч рублей, что в целом в два раза дороже, чем самый дорогой из обычных, так скажем. Вот там у нас был дорогое пластиковое до 2000 рублей, а здесь металл. Это единственный премиальный диффузор. Что у него еще есть помимо вида? Он может регулироваться. Это максимальная щель и можно щель еще уменьшить в два раза. Так же, как у пластикового, на специальных штуках, я его сжал и щель уменьшилась. Он очень красиво смотрится на потолке за счет своей шайбы. Такой литой равномерный не знаю, но все очень достойно. Толщина тут все грамотно подобрана. То есть смотрится как единое целое. Вот так снимается специальные втулки, на которых он ездит. И вот так выглядит монтажная пластина. То есть мы ее вставляем в воздуховод. Здесь нет специальных отверстий для сверления. Просто вставляем и можно саморезами посадить, можно здесь как-то закрепить в воздуховод. И потом уже блин сюда пристегиваем на вот эти штуки, которые имеют такие замочки с обратной стороны. И они фиксируются, не дают блину выпасть. И регулировка у нас два положения. Вот это премиальный диффузор. Сделан он в Европе. Поэтому у него и ценник, и качество все на высоком уровне. У данного шведского производителя Sittemire есть не только вот такой с цельным блином, с монолитным, есть и с перфорацией различные конфигурации таких вот диффузоров. Но они стоят все примерно одинаково. То есть, это опять же повторюсь, премиальный сегмент, и там есть из чего выбирать. Поэтому если вас позволяет бюджет купить более дорогие диффузоры, конечно же выбирайте из шведского производителя Sittemire, подбирайте их диффузоры, они более качественные, более правильно сделаны в принципе. Ну вообще в целом я хотел вам показать какие диффузоры бывают, чтобы вы не ограничивали свой взгляд только на простых классических диффузорах 300 рублевых. А знали, что еще есть такие, 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 квадратные, круглые, тяжелые, с шумоподавлением и так далее. Струйные. Вот куча разных вариантов. Ну вот в принципе и все варианты, которые я хотел вам показать. если у вас есть какие-то свои необычные решения или какие-то диффузоры, какие вы использовали у себя на объекте или поставили себе лично, напишите нам. Нам было бы интересно найти еще какие-нибудь варианты, которые пользуются у людей спросом, так скажем, или очень необычные, или те, которые вы считаете лучше работают. Напишите нам, пожалуйста, мы были бы вам признательны за это. На этом все. Надеюсь, вам видео понравилось. Ставьте лайки, пишите ваши комментарии, что бы вы хотели, чтобы мы показали вам еще. До новых встреч, пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok